В наши дни практика соблазнения и охмурения женщин во имя собственного финансового благополучия это уже не новость. Многие мужчины становятся профессиональными альфонсами и совершенно не стесняются такого рода деятельности. Красивые похитители женских сердец нагло опустошают кошельки своих избранниц и испаряются в неизвестном направлении. Они правы в одном. Очень часто состоятельные дамы сами позволяют им тянуть из себя деньги, упрямо игнорируя факты, указывающие на меркантильный интерес мужчины, а не на их чувства. Эти четыре простых способа помогут вам понять, действительно мужчина испытывает к вам симпатию или ему от вас нужны только деньги. Слишком сладко поет Понять, кто перед вами, кавалер или альфонс, можно даже по манере его ухаживаний. Да уж, альфонс создает впечатление очень галантного кавалера, знающего толк в женщинах. Он легко может запудрить мозги своей жертве, окружив ее таким количеством внимания, что устоять перед таким напором будет практически невозможно. Держите ухо востро. Важно сохранять здравый рассудок, а не идти на поводу у чувств, возникающих в ответ на полученные комплименты и красивые жесты. Безусловно, когда мужчине нравится девушка, он будет говорить комплименты, делать сюрпризы и дарить подарки. Однако, если речи кавалера кажутся вам слишком приторными и они никак не подкреплены поступками, есть смысл вывести альфонса на чистую воду. Возможно, один неожиданный вопрос в лоб – это как раз то, что надо. Вряд ли он ждет, что вы ему скажете «Ну и что тебе от меня надо?». Вполне возможно, что он почувствует себя настолько растерянным, что тут же вам честно все скажет. Ни с кем не знакомит Прошло одно свидание, третье, пятое, десятое, но ваш избранник даже не пытается хоть с кем-то вас познакомить. Как будто у него нет ни друзей, ни родных. Сначала можно успокоить себя, что он просто не хочет бежать впереди паровоза. Но с каждым разом эта причина становится все смешнее. Скорее всего, вам просто попался мужчина-альфонс, для которого отношения с вами – это работа, выполнив которую он тут же с вами попрощается. И в таком случае становится понятно, почему он не хочет знакомить вас с кем-то из своего окружения. Действительно, нет никакого смысла знакомить с родными женщину, с которой не может быть никакого совместного будущего. Проверить эту гипотезу проще простого. Попробуйте организовать семейное застолье и предложите избраннику прийти туда с кем-то из родственников. Если мужчина найдет кучу причин, почему он не может присутствовать на этом торжестве, то, вероятнее всего, он вас просто использует. И лучшее – просто разорвать эту связь. Отказывает в помощи Нацепите на себя маску слабой и расстроенной девочки. Поделитесь с ухажером своими проблемами и посмотрите, как он будет действовать дальше. Если он поступит как настоящий мужчина, выслушает вас и постарается помочь, то шансы на счастливый финал достаточно высоки. Если же он просто игнорирует ваши слова и старается как можно быстрее сменить тему разговора, то его корыстные намерения очевидны. И поэтому лучше просто от него уехать и больше никогда туда не возвращаться. Проверка на верность Мужчина, который стремится завоевать сердце любимой женщины, вряд ли так легко направит свою любовь в совершенно другую сторону. Попросите давнюю знакомую вам помочь. Пусть она случайно с ним познакомится и попробует его очаровать. Если вы действительно дороги этому мужчине, он вряд ли поведется на это и просто не клюнет на ее уловки. Или даже даст понять, что объект его симпатии именно вы. Но в то же время мужчина Альфонс, наоборот, будет не прочь поживиться и развлечься на стороне. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok